Музыка Покажу вам как можно красиво отделать край сшитого изделия вязаной каймой. Кайму вы можете выбрать любую. В интернете очень много схем. Я выбрала схему. Она не сложная. Состоит из трех рядов. Состоит в основном из столбиков с накидом и воздушных петель. Буду вязать маленьким крючком и тонкими нитками. Крючок нужен маленький, так как я буду вязать свои столбики с накидом от машинного шва. Это будет наш первый ряд. Посмотрите. Вот край изделия. Я вяжу столбики с накидом через один стежок машинного шва. Накид. Пропускаем один стежок. Вводим крючок. И провязываем столбик с накидом. И воздушная петля. Повторяем. Повторяем. Накид. Пропускаем стежок машинного шва. В следующий стежок мы провязываем столбик с накидом. И воздушная петля. Так мы провязываем до конца. Столбик с накидом. И воздушная петля. Начинаем вязать второй ряд. Начинаем его с трех воздушных петель для подъема. Сюда же мы провязываем столбик с одним накидом. Делаем три воздушные петли. Провязываем столбик без накида. При этом мы пропускаем три петли предыдущего ряда. Раз, два, три. В четвертую мы провязываем столбик без накида. И сюда же в этот столбик мы провязываем пико из трех воздушных петель. Далее мы опять пропускаем три петельки. Делаем три воздушных петли. И в четвертую петлю предыдущего ряда мы провязываем столбики с накидом, соединенными двумя воздушными петлями. И далее мы вяжем по этой схеме второй ряд. Вот. Посмотрите. Провязываем три воздушные петельки. Провязываем столбик без накида в четвертую петельку. То есть мы пропускаем три петли. Раз, два, три. Сюда мы провязываем столбик без накида. И сюда же мы провязываем пико из трех воздушных петель. Делаем соединительный столбик. Вот пико готово. Делаем три воздушные петли. Пропускаем три петельки предыдущего ряда. Раз, два, три. В четвертую мы провязываем столбик с накидом. Две воздушные петли. И сюда же опять столбик с накидом. Три воздушные петли. Пропускаем три петельки предыдущего ряда. В четвертую опять провязываем столбик без накида. И сюда же пико из трех воздушных петель. Соединяем соединительным столбиком. Три воздушные петельки. Опять пропускаем три петельки предыдущего ряда. Раз, два, три. В четвертую провязываем столбик с накидом. Две воздушные петли. И опять сюда столбик с накидом. Так мы провязываем второй ряд. Вяжем третий ряд. По схеме. Третий ряд у нас состоит из столбиков с накидом, воздушных петель и арки из воздушных петель. Мы будем провязывать в арке предыдущего ряда столбики с накидом, пико и воздушные петли. Так как у нас вязание круговое, мы начинаем вязать отсюда. Я вместо столбика с накидом провяжу три воздушные петли для подъема. И затем в последовательности по схеме буду вязать. Начинаю с трех воздушных петель. Раз, два, три. Теперь провязываю пико из трех воздушных петель. Соединяю соединительным столбиком. Далее по схеме две воздушные петли и столбик с накидом в арку предыдущего ряда. Затем провязываем две воздушные петли и в следующую арку предыдущего ряда мы вяжем восемь столбиков с накидом и также пико из трех воздушных петель. Раз, два, сюда мы провязываем четыре столбика с накидом. Раз, два, три, четыре. Далее по схеме одна воздушная петля. Теперь провязываем пико из трех воздушных петель. Раз, два, три. Соединяем соединительным столбиком две воздушные петли. Сюда же провязываем четыре столбика с накидом. Раз, два, три, четыре. Далее провязываем по схеме две воздушные петли. И в следующую арку предыдущего ряда мы провязываем по схеме один столбик с накидом. Одну воздушную петлю. Теперь опять провязываем пико из трех воздушных петель. Раз, два, три. Соединяем соединительным столбиком две воздушные петли. Далее провязываем пико из трех воздушных петель. Далее в арку предыдущего ряда мы провязываем четыре столбика с накидом пико. Опять четыре столбика с накидом. И далее по схеме. Так мы вяжем до конца ряда.